Продолжение следует... Так как сессия называется именно экзотические варианты, грубо говоря, реконструкции молочной железы, она будет посвящена препректоральной реконструкции с дополнительным укрытием перфорированным идеям. Достаточно редкая опция. В каких случаях мы вообще говорим о препректоральной реконструкции? И в чем преимущество ее? Конечно, разумеется, это то, что мы избегаем анимационной деформации. Нет мышцы, значит, не будет дополнительного сокращения ее, хотя, разумеется, в такой ситуации мы приходим к более тонким покровным тканям, что может приводить к контурации импланта. Что есть за границей у наших коллег? Вот это видео когда-то я сделал еще в Дюссельдорфе на конференции у Кристофа Андреа. Система Брэксон, всем нам хорошо известная, или Равиоли, когда полностью оборачивает в ADM материал имплант и устанавливает его препректорально. Там есть специальное отверстие для дренирования. Попытались мы у себя сделать... Это исследование проходилось совместно с научно-исследовательским институтом Герцена, когда мы... Можно следующий слайд? Когда мы использовали ADM материал, представленный на отечественном рынке, это пермакол, вы видите на левом видео, что этот материал достаточно ригидный, плохо растяжимый, и мы выполняли перфорацию с помощью стандартного перфоратора кожи, используемого в ожоговой хирургии, что приводило к тому, что, во-первых, он увеличивался по площади, во-вторых, становился более податливым и конгруентно позволял укрыть ADM материалом имплант по передней поверхности. Этого было достаточно для того, чтобы установить его препректорально и создать такого рода, грубо говоря, гамак, который полностью покрывает имплант по передней поверхности. После этого, когда мы выполняли свою работу, мы увидели такой же примерно девайс, использовал Майкл Шефланд, он представил два варианта, причем он делал перфорации не только такие, как мы выполняем, но он еще предложил вариант, когда он делал непосредственно отверстия в ADM материале, при том, что это у него аладерм, не пермакол, он более мягкий, более податливый изначально, но он использовал эту методику, как он говорил, для того, чтобы уменьшить себестоимость операции, потому что это увеличивало, в свою очередь, площадь данного материала. В нашем исследовании мы набрали две группы. Вообще, принципиально наше исследование было направлено на то, чтобы определиться с тем, насколько необходимо препректорально устанавливать имплант или уходить под мышцу. В первой группе были пациентки с использованием сетчатого эндопротеза и ADM материала, во второй группе был перфорализированный EDM и сетчатый эндопротез, но уже использованный препректорально. Стандартные методики, как мы знаем, большая грудная мышца, устанавливается имплант, под большую грудную мышцу она отсекается, сетчатый эндопротез и ADM материал сшиваются в область субмаммарной складки, укрывается имплант. Другие пациенты, которым была использована методика полного укрытия сетчатым эндопротезом по передней поверхности, с установкой импланта препректоральная. И там достигались приемлемоистические результаты. ADM материал перфорированный, как я сказал, по передней поверхности, полностью укрыт имплант, фиксирован. Здесь мы использовали текстурированный имплант чаще всего. Тоже приемлемоистические результаты. В рамках данной методики мы зафиксировали два патента. С помощью опросника Брест-Ку и опросника разработанного не Мнео и Герцена, пациентки были опрошены. И в рамках исследования, как и в рамках любого исследования, у нас проводится стратификация по разным осложнениям. Мне бы хотелось остановиться на нескольких осложнениях, но на двух самых главных, которые, мне кажется, нужно отметить. Во-первых, серома. И серома отмечалась в большем количестве случаев у пациентов, в которых мы использовали ADM материал, нежели чем сетчатый эндопротез. Это статистически было значимо. И второй момент – капсулярная контрактура, особенно на фоне лучевой терапии. Вот эти идеи о том, что ADM материал может спасать от капсулярной контрактуры, во всяком случае, в нашем исследовании они не реализовались. Все, что нам говорят, что ADM материал, возможно, уже при том, что лучевая терапия прошла и капсулярная контрактура реализовалась, и после этого, если использовать ADM материал, возможно. Но если ADM материал есть, и на него была выполнена лучевая терапия, он не является каким-то спасителем. И лучевая терапия точно так же реализуется, это видно по нашему исследованию, в таком же количестве случаев. То есть, никаким образом наличие ADM материала не спасает от капсулярной контрактуры после лучевой терапии. В таких случаях, как представлено на этом слайде, мы выполняли реоперацию, иссякали либо полностью капсулу и просто заменяли имплант. Либо же в некоторых случаях настолько происходило истончение тканей, что вам приходилось брать торакодорзальный лоскут и просто иссякать все эти трофически измененные ткани с замещением не облученными тканями, иначе добиться приемлемого эстетического результата было невозможно. Ну и после анализа с помощью использования опросника Брест-Ку мы видим, что мы достигли более лучшего качества жизни в группе у пациенток, где было использование импланта в препектральном пространстве. Напомню, это исследование начиналось в 2014 году и где-то закончилось в 2018. Если говорить в принципе об анимационной деформации, о том, какое значение она имеет, еще раз повторюсь, в рамках нашей секции мы говорим о каких-то экзотических вариантах реконструкции. Мы же можем использовать ее ботулотоксин, как представлен это тоже протокол Нью и Герцена, когда они используют ботулотоксин для того, чтобы уменьшить сокращение большой грудной мышцы. И есть стандартные точки, в которые вводится ботокс. Но если мы все-таки говорим о том, к чему мы пришли. На сегодняшний день мы пришли к тому, что мы устанавливаем в основном импланты препекторально и ничем не покрываем. К чему это может привести? Это приводит иногда к таким осложнениям, как флип-флоп. Когда имплант поворачивается не просто по оси, а поворачивается спереди-назад. Вот этой пациентке, то есть хирург сидит, пытается поправить этот имплант. И если видите, там вот даже видно ребро на нижней и левой фотографии импланта, потому что он повернут спереди-назад. Это можно попытаться развернуть. Но, как я понимаю, вот эта методика с укрытием дополнительным материалом по передней поверхности при установке импланта препекторально-текстурированного может помочь хотя бы с тем, чтобы не наступало данное осложнение. Можно попросить следующий слайд? Вот такой пример пациентки, я бы сказал, когда нам хочется сделать эту операцию. Это пациентка, которой хочется не пересекать большую грудную мышцу, но при этом у нее недостаточный пинч-тест. При этом нам хочется сохранить естественную мобильность груди. И для того, чтобы все эти критерии соблюсти, мы устанавливаем имплант, текстурированный препекторально, при этом дополнительно укрываем перфорированным ADM. То есть вот если нам изначально поставить вот такие конкретные рамки, то, наверное, этой операции тоже есть место в нашей практике. Вместе с тем, очень интересный случай, эта самая пациентка через 5 лет, которая была на прошлом слайде, она ко мне пришла уже, то есть это исследование наше прошло, и она ко мне пришла уже с диагнозом рак левой молочной железы. Вот на среднем видео видно, да, то есть справа грудь, да, мобильный имплант стоит и так далее, но в левой груди теперь у нее онкология. И слева ей, вот в нижнее самое видео, выполнил препекторальную установку, но уже полиуретановая импланта, без всякого дополнительного укрытия. Это то, как мы, в принципе, эволюционируем. И для нас данное исследование прежде всего было моментом перехода из субпекторального пространства в препекторальное пространство, да, то есть не так, если мы возьмем нашу практику буквально лет 10 назад, не все ставили импланты препекторальные, а сейчас это стало таким значимым трендом, и уже мы стандартно все это в основном выполняем, а в то время нам казалось, что без большой грудной мышцы и дополнительного укрытия как бы рискованно устанавливать импланты, хотя доктор Прождецкий всегда это делал, надо отдать им должное. Выводы представлены. На самом деле для нас EDM-материал достаточно капризный, и от капсулярных контракторов он не спасает, но вместе с тем у этой методики тоже есть место, если есть определенные рамки, которые мы сами себе иногда можем задавать в нашей практике. Вместе с тем, учитывая, опять-таки, специфику нашей сессии, я бы хотел остановиться на других материалах, которые есть в нашей стране. Вот EDM-материал, мы когда говорим, говорят, что это такая редкая вещь, и невозможно его использовать в нашей стране, потому что он дорогой и так далее, и уже его не найдешь. Вот, пожалуйста, есть широкая фасция бедра, и сейчас проводятся исследования, я надеюсь, оно завершится. И это наш отечественный материал, при желании его можно приобрести, если кто-то в своей практике вдруг, редко, но все же бывает, что нужно использовать дополнительный материал, можете прибегнуть к данному материалу. То есть он есть, он доступен, и исследования проводятся. Еще один материал, здесь научно-исследовательский институт Герцена, то есть они использовали твердую мозговую оболочку, тоже там есть патент по укреплению Т-инверс рубца, но тоже еще один материал EDM, который можно использовать в практике, если хирург считает, что ему дополнительно нужен еще один имплант на импланте, для того, чтобы достичь приемлемого результата. Поэтому если коллеги кому-то нужен, пожалуйста, тоже можете использовать. Еще один материал, перекарт, тоже используется в практике, тоже наш, отечественный. Если кто-то считает необходимым, есть патент для увеличения проекции соскового соска, при его реконструкции вот установка этого материала непосредственно сосок, а также укрепление таким же образом, стандартным сшиванием большой грудной мышцы с EDM-материалом в области субмаммарной складки, пожалуйста, тоже укрепление. Если у кого-то есть желание использовать дополнительно какой-то материал, тоже можете использовать. Ну и последний, на мой взгляд, тоже достаточно изящный способ, предложенный Ольга Сергеевна Ходорович. Если уж вообще хочется вот точно что-нибудь вшить дополнительно на импланте или на экспандере, но здесь данная методика была приведена именно для укрепления нижнего склона, можно использовать аутодермальный лоскут, выполнить депидермизацию кожи не в проекции опухоли. Как мы знаем, мы же чаще всего эллипсом иссякаем кожу, когда делаем стандартную, грубо говоря, мастектомию кожесберегающую. И кожу в проекции опухоли, разумеется, не трогаем, удаляем. Но есть дополнительная часть кожи, которая просто ввиду иссечения именно эллипса тоже уходит. И вот так вот эту кожу можно депидермизировать, иссечь и использовать именно как аутодермальный лоскут. В данном исследовании, я так понял, они использовали этот дермальный лоскут для того, чтобы дополнительно укрепить нижний склон. Бывает такой случай, когда мы используем экспандер, и при пересечении вот этих фасциальных структур в области субмамарной складки настолько тонкая мышца, что мы не можем полностью их сохранить. Наступает перфорация в этой зоне, и нам хочется дополнительно укрепить. Мы начинаем накладывать швы, особенно у худых пациенток. Может быть, в таких случаях действительно есть смысл использовать данную методику для укрепления этой зоны и полного укрытия нашего экспандера, как представили наши коллеги из Института рентгенорадиологии. Спасибо. Спасибо большое, Эльбрус Аслабекович. Есть ли вопросы? Позвольте мне. Да, пожалуйста. Очень интересно и заманчиво, конечно. Но вот вы правильно сразу сказали сами, что имплант на импланте. И на самом деле, если мы имеем вот такую толщину подкожного, ширового слоя, насколько реально не в рамках научного исследования оправданное использование такого девайса, который вызывает, по вашим же данным, статистически значимое увеличение частоты осложнений. Ведь для нас серома и последующие инфицирования – это основной вред, злое, и это приводит к реконструктивной недостаточности. Скажите, пожалуйста, насколько вы сами на сегодняшний день будете часто использовать это в рутинной практике? Да вообще я не буду использовать. Я же вам показал. Я вам показал конкретно даже пациент, который 5 лет назад я оперировал в рамках научного исследования. Я еще раз повторю, это определенная гибкость мышления должна быть. Мы же не сразу пришли в препекторальное пространство. Для нас это было непросто. У нас многие вариконструированные пластические хирурги, и до сих пор продолжают быть апологетами обязательно под мышцу, и лучше всегда под мышцей. Нет, мы же не только онкологи, мы теперь еще и пластические хирурги, и начинаем обладать пластичностью ума определенной. Поэтому нет. Да, это был процесс, в котором мы тоже занимались саморазвитием, и ушли из субпекторального кармана в препекторальный через EDM, можно так сказать. Если я сам вам показал, то есть пациентку, которую мы когда-то делали с EDM-материалом, а теперь просто припекторально устанавливаем полиуретановый имплант, нет. Я еще раз повторюсь, вот если загнать себя в определенные рамки и попытаться соблюстить много-много-много, то есть избегать очень много острых углов, то да, этой методике тоже есть возможное место, но крайне узкий спектр пациентов, крайне узкий. Поэтому я и говорю, это экзотические варианты реконструкции молочной железы. Но вместе с тем мне хотелось представить всем коллегам, что у нас на отечественном рынке и у нас есть патенты, научные разработки, того, как мы используем другие EDM-материалы, не обязательно только пермакол. Ну то есть отрицательный результат тоже результат? Да, абсолютно. Я считаю, что вообще в принципе наука не может быть иначе. То есть если мы не показаны свои отрицательные результаты, то как бы другой, возможно, кто-то будет идти по нашему пути и тоже будет повторять эти отрицательные результаты. У нас еще есть вопрос? Если можно, микрофон, потому что трансляция идет. Да. Ильбус Ламбекович, у меня маленький вопрос, очень хороший доклад, но прозвучало так, что вы полностью ушли в препекторальный карман. Нет в вашей практике случаев, когда вы ставите субпекторальный карман? Нет, 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 есть. Есть? Есть, конечно. Я хотел этот момент уточнить. Я не то, что я ушел полностью в препекторальный карман. Я скорее ушел от использования дополнительных материалов вместе с имплантом. Вот это да. Практически полностью от этого ушел. Но вместе с тем эти методики существуют. Они должны быть как опция. Мы должны о них помнить. Потому что бывают случаи, когда без дополнительного укрытия в принципе невозможно. Но нет. Ну, я хочу, чтобы вы меня успокоили и сказали, что у худой пациентки при первичной реконструкции вы поставите субпекторальный карман. Конечно, нет. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, Эльбрус Ламбекович. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.